Добрый день! Приветствую вас в магазине Горные Вершины. Сегодня я расскажу вам о лыжах классических системы без музеевого держания Skin или SkinTech, она же TwinSkin. У каждого производителя она называется по-своему. Лыжи с технологией Skin представляют собой классическую лыжу, в которую под колодку специальную выемку наклеена вставка из махера или синтетического материала, напоминающего шкуру животных. Эта технология пришла к нам из глубокой древности. Изначально камусами пользовались охотники. Камусы они изготавливали из шкур животных с коротким жестким ворсом. Камусы наклеивали на скользящую поверхность лыжи по направлению движения ворса. Во время скольжения ворс применался и не препятствовал скольжению. Во время держания ворс поднимался и позволял отталкиваться. Первую технологию Skin на рынке в 2015 году представила фирма Atomic. Камус крепился на магнитный замок, был быстросъемным. При помощи специального ключа можно было камус поменять. Существовало два вида сменных модулей на скольжение и на держание. Но минусом был существенный вес этих лыж. В сезоне 19-20 в магазине Горные Вершины представлено 4 производителя, использующие в своих лыжах технологию Skin. The Salomon, Atomic, Fisher и Tisa. Tisa Sport Skin наиболее доступные лыжи. Модуль вклеен без возможности постоянной замены. Лыжи эти недорогого ценового диапазона, но за свою цену обладают достойными характеристиками. Fisher отличается своей собственной технологией Twin Skin. Здесь в зону держания наклеены две полоски, которые смещены относительно друг друга. Лыжи Solomon и Atomic представлены похожими и практически идентичными системами. Модуль здесь на клеевой основе. По мере истирания модуля вы можете без проблем заменить его, не применяя утюг. Отдельно камус выглядит вот так. Полоска ткани, напоминающая шкуру животного, с другой стороны, на которую нанесен клеевой слой. Беговые классические лыжи нуждаются в подготовке мазями держания. Для того, чтобы правильно подготовить лыжи мазями держания, нужно держать дома набор мазей на разную погоду, состояние снега. Нужно держать дома инструменты, утюг, пробку, смывку. Также все это нужно таскать с собой в нескольких вариантах. Нужно тратить время на подготовку. Подготовите лыжи не той мазью, вся ваша лыжная прогулка будет испорчена или тренировка. Будете мучиться, либо пораскальзывать, либо прилипать, либо на ходу перемазываться. Лыжи с технологией Skin обеспечивает приемлемое держание при практически любых условиях, за исключением мокрого падающего снега. При этом может камус обмерзать, могут возникнуть проблемы при держании. Лыжи с камусом не требуют особой подготовки, однако можно использовать мазь скольжения, предназначенная специально для лыж с технологией SkinTech. Наносится она по всей длине скользящей поверхности лыжи от носка к пятке. После этого камус рекомендуется почистить нейлоновой щеткой с небольшим нажимом. Для сложных погодных условий можно использовать антиобледенитель. Это специальное средство, которое наносится на камус и препятствует образованию наледи и, соответственно, проблем с держанием. Камус рассчитан примерно на тысячу километров. Обычному любителю камуса хватит на 2-3 сезона, а то и больше, в зависимости от интенсивности катания. Как подобрать классические лыжи с камусом? Подбираются они по той же формуле, как и классические лыжи с мазью. Если вы уверенно владеете классическим ходом, обладаете хорошим отталкиванием, лыжи рекомендуется брать примерно на 10 килограмм выше, чем весовой диапазон, который рекомендован производителем. В настоящее время технология Skin все увереннее завоевывает рынок, позволяет получать максимум удовольствия от катания при минимуме усилий. Вы можете все чаще увидеть на лыжне любителей, спортсменов, пользующих лыжи с технологией Skin. В последнее время даже профессионалы имеют в своем арсенале лыжи с такой технологией. Наличие такой пары всегда может позволить произвести классическую тренировку с максимальным эффектом. Катайтесь на беговых лыжах, занимайтесь классическим ходом, приобретайте лыжи с технологией Skin, получайте удовольствие от катания. Увидимся в следующем видео.